Во время решения этой системы мы никогда не придем к тому, что мы решали, 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 и получили, что мы отравлены. Противоречивая. Потому что я вот все время решал этой системой, и почему-то все равно, если не ошибаться, если там не делать все вычислить ошибки, если не ошибаться, то у меня все время получалось. Расскраска все время существовала. Оказывается, она действительно все время существует, и оказывается, это совершенно несложно и вытекает из общих идей того, как вообще устроены линейные равновесия. Давайте немножко на это дело поговорим. Когда у вас есть любая совершенно система линейных равновесия, то если она над вещественными числами, то есть коэффициент не по модулю 2, а самая обычная, любимая в алю числа, то есть такая операция, как умножить вравнение на 7. Или разделить вравнение на 20. Здесь что-нибудь так. Здесь, что потом? У нас здесь речь идет только о черных и не черных числах. Поэтому даже знак плюс не отличается от знака минуса. У нас фактически есть либо взяли строчку, то есть взяли с коэффициентом 1, либо не взяли, взяли с коэффициентом 1. Отлично. Теперь, когда вы имеете любую систему линейных уравнений, вот она есть, просто уравнение, 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 то над ней можно делать такую операцию, как приведение к ступенчику муфи. Я это уже объяснял вам сегодня конкретно вот здесь. Вот здесь мы приводили к ступенчику муфи. В чем идея? Берете первый столбец, если там все нули, то есть вообще ничего не написано, все коэффициенты нули, то можете этот столбец игнорировать. Если там есть хотя бы один не ноль, то берете строчку, где есть этот самый не ноль, отмечаете это не ноль и делаете так. Эту строчку вы читаете из всех строчек, где в первом столбце коэффициент не ноль. Вот здесь вот еще где-то есть не нули. Эту строчку вы читаете и таким образом вы добиваетесь, что здесь коэффициенты как-то пересчитаются, а здесь станут нули. После этого вы забываете, когда первый столбец берете второй. если там все коэффициенты нули, ну значит ничего не делаете, приходите к следующему. Если там есть какой-нибудь не ноль... Но не из той строчки, которую мы только что использовали. Конечно, конечно. Использованная строчка, она уже навсегда. Вот этот столбец забывает, но не трогай больше. И эту строчку нужно. И так далее, и так далее, и так далее. Господа, господа, что мы делаем? Мы на самом деле, все время работаем со строчками. Со строчками? Смотрите. Все, что в процессе возникает, на самом деле является просто комбинацией строчек. Причем, заметьте, пожалуйста, у нас только ноль и один фактически, потому что осталось три, это то же самое, что один. Двадцать девять, это то же самое, что один. Двадцать восемь, это то же самое, что ноль. Поэтому на самом деле у нас слишком сложные комбинации возникнуть не могут. У нас может возникнуть фактически только сумма нескольких первоначальных строчек. Что значит, что в какой-то момент мы получили противоречие? Противоречие возникло, если вы сумели выбрать несколько строчек, сложили их, и у вас все неизвестные исчезли. А в правой части получилось единицы. Ребята, на самом деле это очень важная мысль. Она верна для любых систем линейных уравнений, и ее надо попытаться понять. Понятнее я, боюсь, что ее не объясню. Надо просто попытаться самому представить себя. Дело в том, что какие хитрые операции не делай, сколько раз там, двадцать пять раз возьмем первую строчку. Но это то же самое, что один раз возьмем первую строчку. Прибавим ее к третьей, а потом это прибавим к седьмой. Но это то же самое, что по очереди. Сначала там первую прибавить, а потом третью прибавить. И так далее. Ничего, кроме того, что отметить несколько строчек в изначальной системе, и сложить, ничего, по сути, ничего, кроме этого мы сделать не можем. Идея понятна? Понятна. А теперь вопрос. Что значит, что у нас получилось противоречие? Поскольку это крайне важно, давайте я это просто запишу аккуратно на носу. Что значит, что получилось противоречие? Раскраски нет. Раскраски нет. Если во время решения системы, во время решения системы, в какой-то момент получаем противоречие, противоречие это то, что такое, то есть, если в изначальной системе то есть, если противоречие возникает только в том случае, когда в первоначальной системе можно выбрать нечетное число управнений, нечетное число строк. Почему нечетное? Потому что в первоначальной системе все правые части это были единичные. Если берете четное число строк, то будет четное число единичных, то есть ноль. И получится, что ноль-ноль, ну, ноль с равно с другим. Противоречие, если вы сумели выбрать нечетное количество строк, так, что сумма их будет равна нулю. Ну, имеется ввиду, конечно, ноль, по-моему, это просто четное число. Вот теперь давайте попытаемся понять, что это значит. Ну, выбрать нечетное число строк, это понятно, что такое. У нас есть система, уравнений там было ровно столько, сколько в вершине графика. И мы фактически выбираем нечетное число этих уравнений. Но, ребята, вы помните, как мы писали уравнение? Вспоминайте, пожалуйста. Уравнение записывалось для каждой вершины в точности свое уравнение. Правильно? Вот давайте вспоминать нашу собачку или нашу... Мы его, куда-нибудь был, мы брали какую-нибудь вершину и писали, что неизвестное, которое расположено здесь, неизвестное, которое расположено здесь, здесь и здесь, в сумме должно что получиться? единица. Правильно? Да или нет? В сумме должна получиться единица. Отлично. Но, ребята, давайте сейчас подумаем, секундочку, что значит выбрать эту уравнение? Это на самом деле это путь пальцев в одну точку и, соответственно, ответить за одно те, с которыми она соединена. выбрать вторую мисточку. Пожалуйста. Это значит гнуть пальцем, например, сюда, а также отметить те, с которыми она соединена. То есть, ребята, выбор нескольких уравнений это вот что такое. Это вы должны выбрать несколько вершин в этом графе. Но не просто так их выбрать, а с соблюдением такого условия, что, когда вы их выберете, а заодно каждый раз отмечать те, с которыми они были соседними, то каждая вершина будет отмечена четное число раз. Согласны? Чтобы там все уничтожалось. Каждая вершина должна быть отмечена четное число раз. Согласны? Вот. Отлично. Вот. Давайте по моей выбранной вершине множество выбранных вершин обозначим множество выбранных вершин буквы Ж. Господа, должны выполняться следующие важные условия. Главнейшее условие. Количество точек множеств вершин нечетное. Давайте я это обратно скажу. Итак, количество вершин в графе Ж нечетное. Мы выбираем нечетное количество уравнений, нечетное количество строк в нашей системе. Ж нечетное. А вот теперь очень важное обстоятельство. Когда вы среди наших выбранных точек берете какую-нибудь точку, уравнений, она была взята сколько раз? Во-первых, когда вы брали ее уравнение, она была взята. А во-вторых, она была взята, когда вы какие-нибудь ее соседи брали уравнение. Когда вы ее брали, мы ее взяли один раз. но в результате мы получили сравнение 0 сравним с единицей. Значит, она должна была исчезнуть. Это значит, что нечетное количество ее соседей было взято. Вот и пишем. Этот граф обладает следующим свойством. Любая из вершин множества ж соседствует с нечетным числом точек вершин. Мы ответили, заметьте, не все вершины графа, а только те, которые взяли, которые дали нам противоречие. Мы отметили только те вершины, которые уравнение посумировали. Но любая из этих вершин должна была исчезнуть. Но она один раз вошла, когда мы брали ее уравнение, а значит, ее были еще нечетное число раз взять. Значит, в графе ж у нее нечетное число соседей. Ребята, ж это граф, у которого нечетное количество вершин, и из каждой вершины выходит нечетное число рябер. А таких граф не бывает. Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Корректор